И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзакадж, это 14 серия приключений на сборочке Инсфера Дипера на версии Майнкрафта 1.15.2 И мы с вами продолжаем заниматься удвоением, точнее, как... Нет, утроением, нет, что я говорю, учетверением, да нет, фигня какая-то, упитерением ресурсов, ребятки, то, что мы с вами начали в прошлой серии, мы будем сейчас продолжать. В принципе, что я здесь сделал за кадром? Я разобрался, каким образом отсюда правильно как бы вытаскивать баллон, да, я его поставил просто слева и соединил с вот этим баллоном, здесь тоже водород у нас с вами, И это побочный продукт нашего вот этого вот машинки, которая нам выдает серу. Более того, я сюда запихал кучу угля еще своего, и в итоге у нас с вами получился запас серной кислоты, ну такой, 10 вёдер, да, чуть больше. И, естественно, у нас с вами полностью заполнен резервуар вот здесь вот, в нашем Дисолюшн Чембере. Я с собой взял кое-какие наши руты и, более того, скрафтил себе все необходимые машинки. Даже, кажется, что-то лишнее скрафтил, нет, но вроде нет, я вроде как смотрел, да. И, в принципе, то, что нам с вами нужно будет сделать, вот отсюда провести трубу с нашим Брайном. Я, в принципе, переставил себе клапан суда, потому что так будет немножко проще. Давайте, наверное, с вами с этого и начнем. Механическая труба, и, собственно, давайте начинать ее присобачивать. Так, я не понял, почему сюда уже ничего не идет. Тебе нужно как сказать, что у тебя автоиджект? А, ну хотя, в принципе, мы знаете, что с вами можем сделать? Мы с вами можем переключить эту штуковину в режим Fluids и сделать Shift-правый клик, да. Пуш, пул, вот, высасывай. Высасывание пошло? Пошло. И здесь у нас с вами пошел процесс. Это хорошо. Теперь, что нам с вами нужно сделать с этим Брайном? Его нужно разделить, насколько я помню, в какой-то фиговине. На самом деле, блин, прошло вроде не очень много, несколько часов, ну как несколько часов, ночь, да, я себе вешу серию в другой день. А я уже забыл, что нужно делать с Брайном. Так, мы с вами изначально делали кусочки, которые помещали вот сюда. Вот эти вот кусочки нужно превращать вот в эти кусочки. Нам нужен хлорид, что-то там, водорода. И хлорид делается вот, из Брайна электролитический сепаратор. Здесь содиум, который нафиг не нужен, и хлорид, и хлор. Так, электролитический сепаратор. Вот он, электролитический сепаратор. Я уже думал, что у меня закончились эти штуки, но нет. Так, где у нас с вами выходит труба? Вот у меня прям по башке труба выходит и меня бьет по башке. Сепаратор, тык. Сюда будет что-нибудь залезать? Не будет, то есть мне нужно ее все-таки поставить сбоку Нам-нам-нам-нам-нам Я думаю, что проще мы с вами Переставим вот эту вот машинку саму по себе, да А не будем извращаться с трубой То есть вот так вот мы с вами сделаем И машинку мы поставим вот Куда она делась? Вот Вот так, и сюда, соответственно, еще одну трубу Механическую, бабахоньки 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 не случились Где у тебя вход? Сзади у тебя вход, наверное Ну, в принципе, тогда просто достаточно тебя повернуть Куда ты все время деваешься? Электроэтический сепаратор ты мой Пам! Во, пошло! Вот, теперь мы здесь с вами получаем содиум, который мы сразу говорим То, что дамп, он нам нафиг не нужен И вот этот вот хлорин Хлорин теперь нам с вами нужно совместить в инфьюзере с водородом Для того, чтобы получить вот этот вот хлорид Так, как бы нам с вами сделать? Знаете, что плохо? То, что у него слева выходит содиум, а справа выходит хлорин Немножко неудобно получилось, но да ладно Мы, в принципе, по идее, всего-навсего вот сюда должны поместить инфузор, да? Это же в инфузере делается? Химический инфузор Вот так мы его сюда поставим И вот у нас сюда пошел хлорин А с другой стороны, нужно теперь каким-то образом провести вот эту фигню Есть ли у меня 9 вот этих вот труб? Не уверен, что мне этого хватит, но попробовать можно Я их проведу сверху И как-нибудь вот так вот Как-нибудь вот так вот И должны они поместиться, точнее попасть в итоге вот сюда Во! Хватило ровненько, ровнехонько Здесь мы говорим то, что сверху у тебя выход Это айтемс Блин, а как мне... А, вот так, а вот тут все нормально Это были газы изначально Окей, и здесь у нас с вами получился водород Во! Мы с вами начали получать хлорид водорода Хлорид водорода наш лучший друг Вот, и он нам с вами нужен как раз для того, чтобы Вот эту вот штучку поместить, да Давайте себе скрафтим еще вот таких труб Трубочки мы с вами сделали И есть у меня ощущение, что вот этот вот водород хлорид должен выходить спереди Единственное, что... Так, наши вот эти газовые трубы Да, это газ, это хорошо Как бы нам с вами это дело провести? Если честно, очень не хочется это проводить под полом Но есть ощущение, что придется, иначе здесь трубы плохо соединяются Видите, тут у меня получится такое сплетение Хотя, блин, я люблю сплетение Единственное, что как мне это сделать? То есть вот сюда нужно поставить трубу И теперь вот здесь их нужно отсоединить, да То есть сделать тык, тык, тык Тык И тык, тык, тык Во А здесь у нас что-нибудь есть, интересно? Я сюда сейчас еще одну трубу помещу Все нормально же будет? Они там никак не замиксуются? Замиксуются, зараза, да? Потому что здесь есть дурацкий водород Как бы мне его сюда поместить? Аккуратненько Блин, вот это квеста квест Как сюда поместить водород? Вот, я вижу, что он здесь даже есть Ам-ням-ням-ням-ням-ням Хе-хе, водород, бам, иди сюда Хе-хе, трубы очистились, супер Так, иди теперь назад наш тенк Который у нас стоял вот здесь С водородом, с водородом Какая разница, какой водород, да? Так, а теперь как бы мне вот вас соединить? Или вы там типа соединились? То есть если я вот это вот уберу и поставлю заново У меня что-нибудь получится из этого или нет? Вот Так надо сделать Во, здесь все соединилось, супер Странно, конечно, выглядит, но, блин Во имя упородости вполне себе подойдет Так, вот здесь я себе хочу поставить пустой тенк еще один То есть считаешь, как с газообразной серной кислотой, да? И единственное, что немножко не туда его поставил Ну, с вами поставим вот сюда Сюда к нему, соответственно, опускаем трубу И сюда начинает входить наш водород хлорида Хлорид водорода Кстати, он закончился, потому что здесь что-то закончилось А почему здесь что-то закончилось? У меня закончился брайн Вы серьезно? Мне придется сейчас эту штуку как-то ускорять? Блин, это лажа Потому что здесь у нас всего-навсего 805 получилось Это вообще копейки Ну, да ладно В любом случае, отсюда нам с вами это нужно провести вот сюда И провести это, как я понимаю, с совершенно любой стороны Если с совершенно любой стороны, то мы это сделаем вот так Здесь появился? Появился, ребятки, у нас пошел процесс У меня перерабатываются мои золотые кристаллы Сейчас из них выйдет кое-что, да? 210 хлорида Почему всего 210? Где остальной хлорид? Блин, а куда остальной он хотелся? В трубах, что ли, лежит? Зараза, реально 210 Может, у вас больше не влезает Итак, шарды Золотые шарды Теперь их нужно обработать кислородом Для этого я себе, вы не поверите, сделал еще один сепаратор Люблю я сепараторы, знаете ли, да? Давайте его поставим вот сюда И сзади Блин, у меня опять нет механических труб Секунду, мне нужно сюда провести воду Типа так и так же, да? Сюда должна была пойти вода И вот, началось Водород и кислород Нафига я тогда здесь сделал эту самую? Стоять бояться в таком случае Я сейчас почему-то подумал, что у меня кислород будет с другой стороны А действительно, кислород-то отсюда идет Мы с вами тогда сможем это немножко Электролитик-сепаратор Здесь у нас что? Сюда он, по идее, не должен пойти, да? Химический ты наш Мы здесь сделаем, что у тебя Ты все дампишь просто Здесь больше ничего нету И сюда у нас ничего не пошло Это хорошо А кислород идет направо И отсюда он забирается Блин, у меня не хватает труб, да? Он должен забираться вот такими вот штуками И идти Здесь у нас с вами получилось 4 всего Блин, Брайн прямо нужно как-то ускорять, ускорять не знаю как Так, давайте еще раз В такой же Purification Chamber У меня он должен быть второй Purification Chamber, вот он И ему нужно тоже подключить, конечно же, питание Дым И поставить его, допустим, вот так Сможешь так поставиться? И сказать нужно, что у тебя сзади Сзади Где у тебя сзади? Вот это сзади, да? Нужно сказать, что у тебя там Вход Вход, это у нас темно-красный Интут Так, а у тебя Нужно сказать, что сзади Эджект Сзади 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 Синий 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 Сзади Эджект Он Ей, они сюда пришли И вот теперь сюда же нужно поместить кислород Ууууууу Бам 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 Вот так Ей, кислород Голдшарт, мы с вами на выходе сейчас должны получить какую-то следующую итерацию. Давай-давай, штучка, работай. Работай, штучка, работай. Так, кламп. Кламп нужно запихнуть просто в крашер. Ну, ребятки, это пошло... То, что делается достаточно просто, да? И у нас с вами есть крашер. Надо сказать, что у крашера сзади тоже вход. И у этой штуки синий выход спереди. Синий. After eject on. Во, крашер пошел. Наши клампы. Клампы пошли крашиться. И на выходе мы с вами должны получать... Пам-пар-бам-пам-пам-пам-пам. Штуку под названием Dirty Gold Dust. Ее нужно в Enrichment Chamber запихать. Он у меня тоже с собой взят из той базы. Там у меня не осталось вообще ничего. И тебе тоже сказать, что сзади у тебя вход. А у тебя спереди выход. И у тебя After eject on. Поэтому у нас с вами пошел процесс получения золотых пылек. Которые по-хорошему сюда теперь еще принести. Оттуда же печку электро, да? И еще и обжаривать. Вот. Gold Dust. Все. Ее, собственно, уже можно по-разному обжаривать. Слушайте, давайте я сюда принесу печку, реально. Я себе делаю еще логические вот эти вот транспортеры. Тоже из механизма, да? И смотрите, как здесь все стало грустно и печально. Ну ладно, я думаю, что мы с вами что-нибудь с этим придумаем. Я на самом деле себе сделал еще две бочки. Вот они у меня в руках. Для того, чтобы все-таки попробовать автоматизировать эту штуку полностью. То есть у меня будет одна бочка на вход, одна бочка на выход. Именно для этого я себе и сделал 16 транспортеров. Надеюсь, что такое количество хватит. Но после этого нам с вами нужно будет все-таки что-то придумать с Брайаном, потому что это проблема. У меня, правда, еще и ресурсы закончились, так что сейчас придется покопать. Ну что поделаешь. Так, давайте сюда поставим вот эту вот нашу штуковину, да? И у тебя то же самое, скажем, то, что спереди у тебя output. Да, ты же спереди отдаешь. И у тебя, еще нужно сказать, что auto-adject, конечно же. А тебе нужно сказать, что у тебя сзади input. Так, единственное, что здесь ты не туда немножко отдаешь, потому что у тебя вот здесь должен быть output. Вот. Вот, и здесь, собственно, пошел процесс этого самого преобразования, да? Поставим бочку прямо вот сюда. И, собственно, скажем, что у тебя спереди выход и auto-adject on. Все, вот здесь будут готовые ресурсы. А вторая бочка, которая у нас с вами будет стоять рядышком, вот здесь. От нее как раз при помощи транспортеров нужно будет довести предмет вот сюда. Я здесь себе даже специально поставил факел, чтобы не забыть. Единственное, что вот эта штука, у нее, я так понимаю, никаких этих самых-то и нету, да? Настроек. То есть, если я просто себе поставлю вот здесь транспортеры, они же, по идее, ни с чем не должны еще коннектиться. Они, наверное, сейчас собаки совсем будут коннектиться. Ну, ладно, у меня на это есть конфигуратор. Могу ли я? А я, наверное, прямо так могу сделать, да? Push, pull, none. Вот, отлично. Так, логический транспортер, логический транспортер, логический транспортер, логический транспортер. И логический транспортер, логический транспортер. Блин, как-то вот по-уродски, да? Согласитесь. Куда ты пошел? Оттранспортировал он там уже, зараза такая. Ладно, ничего страшного. Дын, 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 дын. Вот. Так, здесь давайте отсюда это уберем, потому что здесь этого быть не должно. Ты должен жить здесь. Вот, а здесь теперь нужно сказать, что это у нас автопул. Вот. Высасывалка. То есть кладем сюда наше железо, 35 штук, и оно пошло высасываться. И высасываться оно пошло очень хорошо. Давайте включим наш ковер, чтобы было лучше видно. Должно всовываться вот в эту вот штуковину и начать растворяться в серной кислоте. Вот пошел процесс растворения в серной кислоте. И из серной кислоты это дело должно вот сюда, по-моему, поместиться. Вот у нас айрон пошел. Он начал набираться, причем уже чистый. То есть, значит, он вот здесь уже очистился, да? Вот у нас здесь с вами чистка айрона. И чистый айрон начал превращаться в нечто. Единственное, что дальше он пойти не сможет, потому что здесь у нас с вами есть кристаллы, на которые, блин, не хватает у нас с вами брайна. Так, ну, в принципе, процесс-то, наверное, можно сказать, что идет. Единственное, что я сейчас себе все железо здесь как бы потрачу, да? Ну, с другой стороны, и ладно. Что, у меня еще золото, кстати, есть. Мне вот интересно, что будет, если я сейчас сюда запихну еще и золото? То есть, понятное дело, что оно пойдет по трубам. Оно не пойдет по трубам. Вот это, мне кажется, очень грамотно в транспортерах из механизма. То, что они не берут предметы, если им некуда идти. То есть, здесь как бы занят слот. Как раз то, что я хотел проверить. Окей, давайте думать, что делать с нагревом нашей вот этой вот вышки. Я внезапно вспомнил, что у меня же есть мои острова, поэтому копать в этот раз я решил здесь. Что я могу сказать? Здесь процесс копания, он немного более динамичный, прямо скажем, потому что, если честно, периодически, знаете, страшновато. Вот, но при этом я уже себе нашел 15 железа, нашел себе 15 осми, и, в принципе, здесь я не смогу найти только редстоун, к сожалению, из того, что мне сейчас необходимо. Я все-таки посмотрел вики, посмотрел различные варианты. Наверное, знаете, самое простое, что мне все-таки придется делать, это четыре вот этих вот панели. Я не хотел этого делать, а хотел обойтись внешним нагревателем, но он будет сжать слишком много энергии. У меня пока не такая большая выработка. Поэтому четыре солнечных панели, это, видимо, мой вариант. Ладно, я здесь немножко еще покопаю, ребятки, и мы с вами... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Вот здесь я... у меня нет никакого желания вот здесь вот копать, там что-то очень много всех. Увидимся, короче. Ребятки, я пока вот такое количество нашел, да, и, собственно, решил проверить, что будет, если я воспользуюсь сразу Purification Chamber. У меня, в принципе, кислород-то есть, пока мы с вами ждем брайна и упитерение нам с вами не грозит. Мы с вами попробуем сделать утроение, потому что, по идее, как бы здесь нам нужен только Purification Chamber, и, по идее, то, что из него выйдет, дальше у нас с вами точно так же обрабатывается в Крашере. Я, по крайней мере, надеюсь. Давайте посмотрим, что здесь отсюда вылезает. Iron Clamp. И вот этот Iron Clamp, собственно, в Крашере превращается, да, в Dirty Dust. Dirty Dust, видимо, должен обжариваться. И на выходе мы с вами все равно должны получать железо. Так, Dirty Dust. Да, ребятки. Вот, ну, собственно, что я могу сказать. Так, побыстрее, пока мы здесь с вами ждем этот ужас. Вот, и я пошел за Red Stone. Что ж, с покапушек я вернулся вроде как с неплохой добычей, да. Я даже себе уже поставил сюда вот переделываться половину Осмия. Ну, я надеюсь, что мне хватит, на самом деле, такого количества. Я просто посчитал, у меня получается на одну вот эту солнечную панель, я ее убрал, сола, потому что я А нажимал, да. На одну вот эту солнечную панель у меня уйдет 44 Осмия, 44 Red Stone и 39 железа. В принципе, за время, пока я там ходил копать Red Stone, у меня здесь все железо переплавилось, у меня его получилось вот столько, да. Это, конечно, единственное, что маловато, хотелось бы больше. Вот, но сейчас дело в том, что я же изменил рецепт приготовления Осмия, поэтому он не может попасть в Energy Smelter. Поэтому я здесь стою и жду, пока, собственно, все это дело переработается, для того, чтобы потом его пихнуть в камеру давления нашего высокого. Хочу попробовать сделать себе хотя бы две панельки, пока что. Ну, вроде как, у меня есть всего сейчас хватит, но вот наверняка Red Stone может и хватить, и наверняка не хватит Осмия. Я, на самом деле, весь, что было, переработал. Посмотрим, что будет. Бым! 24! Ё-моё! Хватило! Хватило! Так, а хватило ли? Это же у нас, на самом деле, всего-навсего... Ага, да, сейчас. Теперь еще Infused Alloy of немедленное количество. Ёж-моёж! По идее, мне должно хватить на две больших панели. Это, если мне память не изменяет, делается как-то не так, конечно. Нифига, снизу там что, железо? Железо. Я даже решил в удовольствие свое выложить рецепт руками, да? Тык-тык, тык-тык, две солнечных панели. А вот теперь, ребятки, вопрос года. Чё это за фигня? Какая прелесть. Вопрос года. Могу ли я совместить два дизайна нашей вот этой вот выпаривалки? И, возможно, у меня получится сейчас ее хотя бы немножко убыстрить, потому что мне бы это помогло. Я бы, по крайней мере, себе смог получить недостающее количество осмия. У меня его явно не хватит. И, скорее всего, не хватит железа. Давайте попробуем. Насколько я помню, нам с вами нужно просто заменить вот эти вот углы. То есть, раз угол и два угла, допустим, мы с вами пока заменяем, да? Бым. И я сюда ставлю эти панели. Будет ли это работать? Панель. Ать. И вторая панель. Ать. Клин. Зик кривой. Как так-то. Давайте сделаем вот ханер. Тык. Ей. Она сформировалась, ребятки. И у нас с вами... О, вывод 30 градусов. Уже сильно больше. Продакшн пол ведра в тик. Смотрите, 80. Блин, а что я тогда тупил? Мне нужно было просто взять вот ту солнечную панель и поставить сюда. Блин, если бы я раньше знал, что эта штука... Нифига себе. Что эту штуку можно комбинировать по очереди. Слушайте, в таком случае я вообще не уверен, что мне нужны остальные. Потому что смотрите, какая скорость. Уже 150 градусов. И когда она вообще остановится-то? Уже 2 миллибакетов тик. Это уже очень хороший этот самый прирост. Особенно по сравнению с тем, что было. Давайте спустимся вниз на секундочку, да? Я хочу посмотреть, собственно, что у меня здесь происходит. А то я немножко систему на самотек оставил. Здесь жарится, здесь парится. Здесь dirty gold. О, смотрите, сюда начало поступать железо. И смотрите. В принципе, полоска идет уже сильно быстрее. Вот это как раз та полоска, которая у нас с вами зависела от Брайна. То есть мы с вами сейчас получаем упитерение в железе. Это очень радостно. А здесь у нас, по идее, должен быть... Да, еще немножко золота не расплавилось. Так, ну это хорошо. Давайте посмотрим, не нагрева, если она до своего максимального значения. Не, ну, наверное, все-таки 4 бы поставить хорошо, да? Вот прям хорошо было бы. Супер было бы быстро, да? Она еще греется, ребятки. Уже 375 градусов. Может, на районе не надо ничего делать? В общем, что-то я так подумал и решил, что, наверное, не буду я сюда больше ставить эти штуки. Смотрите, она никак не успокоится. На самом деле, она у меня нагревалась до момента, пока не пришла ночь. Соответственно, ночью все это дело остыло, сейчас нагревается снова. Но уже 418. И у меня перестало хватать мощности моего насоса. Так что, блин, сейчас придется его еще как-то апгрейдить. Потому что от него зависит не только эта штука, но и машинки внизу, да? Но, пока мы здесь с вами находимся, мне в голову пришла странная безумная идея. Что будет, если я подключу вот эти штуки к питанию? Потому что, вроде как, каждый из них вырабатывает еще и почти 100 FE за тик. Это как бы так вот... Неплохой довесочек-то, да? Если как бы это сейчас еще и получится, ну, ребятки, это вообще будет халява. Единственное, что, знаете, что мне нужно будет сделать? Мне нужно будет каким-то образом... Бым. Впитаться в... Пиндюриться, наверное, вот в эту батарейку. Давайте вспоминать, как эта фигня называется. Называлась она у нас... Ну, тоже, наверное, какой-то Valve, да? Valve. Ой, 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 ой. Индакшн порт она называлась у нас. В принципе, как бы, блин. Индакшн кейзин мы с вами, конечно, сделаем. Хотя у меня, по-моему, сталь опять закончилась. А вот эта фигня... И у меня, по-моему, закончились алмазы. Но вообще, хотелось бы вот сюда вот ее впиндюрить. Но как мне узнать то, что действительно... Да, здесь есть энергия, видите? И, то есть, это, блин, халява вдвойне халява. Мало того, что эти штуки нагревают нам вот эту фигню, они еще и халявную энергию предоставляют. Окей, я пошел себе с крафча порт. Так, давайте попробуем. Я свой последний алмаз потратил на то, чтобы сделать эту фигню. Надеюсь, что он того стоил и работать будет. Так, индакшн порт в режиме вход. Все правильно, да? К нему ставим наш универсальный кабель и задвигаем. Бым-бым-бым-бым. Во. Присоединилось и... И... Аут... Так, инпут. 375 FE затик. Аутпут, правда, пока сильно больше. Но... И вход уже теперь 375, а не 180, как было вот здесь. Я бы сейчас с этим сильно попал, да? Единственное, что я не понимаю, откуда такой выход. Видимо, из-за того, что у нас с вами теперь все машинки работают как надо. Никто нигде не задерживается, никто не тупит. У нас с вами и такое потребление энергии получилось. Окей, значит, надо будет что-нибудь придумать с энергией. Зато, смотрите, железо прет уже. Прям прет-прет. Это отлично. Осталось только еще осми, кстати, сюда запихать. Во. И теперь можно ждать. Ну, давайте подождем. У, че, я тут нашел и решил в Незере немножко покопаться. Да, и вот, собственно, ништяк. И более того, я сюда, на самом деле, пришел немножко за другим. Я слышу здесь этого другого. Главное, его теперь не упустить. Но сначала алмазы, их немедленное количество. Он даже запись включил. Их больше 10, по-моему. А, собственно, пришел я сюда за гастом. Ну и решил, что если уж я здесь, то че бы за одной алмазики не покопать, которые у меня полностью закончились. Сколько у меня их получилось? 12, ништяк. Ну и да, нашел здесь еще немножко железа. Так, где наш гастик? Это не гастик, но, в принципе, тоже неплохо. Еще несколько алмазиков. Так, вижу цель прямо по курсу. Е-е-е. Привет, гастик. Единственное, что, а не мог бы ты куда-нибудь вот поближе пройти? Нет? У меня получилось? Нифига у меня не получилось. Я тебя убил, конечно, твоим же тем самым. Но, блин, либо упала твоя слеза в эту самую, в лаву. Либо ее просто не было. Черт. Вот еще один есть такой здесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты, по крайней мере, не над лавой. И, может быть, с тобой получится. Во. Нет? Я видел? Я не видел? Я видел! Спасибо тебе, хороший, добрый гаст. Ты мне дал свою слезку. Отлично. Идем домой. Фига себе, блин, пошел домой. Меня здесь ждут. Но, на самом деле, как бы этих-то я увидел только что. Я снова слышу гаста. Эндерменов я, конечно, тоже с радостью сейчас побью. Потому что никогда не бывают лишними эндерперлы. И я здесь скопнул еще немножко рут. И на меня решили напасть наши добрые друзья. Блин, как-то вот вас очень много всех сейчас. Вам не кажется? Мне нужен только эндермен и гаст. О, кусочек портала. Спасибо. И теперь вон там еще двое есть. Но сначала полечиться. И все-таки найти гаста надо. Ну-ка, стой, зараза. Эть. Дал, не дал. Дал, отлично. Теперь у меня есть еще и запасная слеза, если что. Привет, класс. Ух, все. Ну, теперь точно домой. Угадайте, дети, зачем дядюшке Зиге понадобились алмазики? Ну, потому что, если честно, дядюшку Зиге задолбало то, что у меня куча разных всяких сундуков. Я уже теперь начинаю сам действительно теряться, где у меня что. Поэтому я все-таки созрел на то, чтобы сделать себе диск-драйв. Собственно, примерно этим я сейчас здесь себе и занимаюсь. Единственное, что это вот я забыл. Это гладкий камень, кажется, да? Вот такой вот. Ну, алмазов у меня теперь много. Соответственно, железа тоже немало, поэтому я себе его надел. Приличное количество, да? Давайте сделаем вот такую фигню. Давайте сделаем вот такую фигню. А, здесь нужен сундук еще. И какая-то непонятная... Я забыл, как делается эта алмазная фигня. Блин, тут... Редстоун. Вот, у меня нету редстоуна. Ну, конечно, у меня нет редстоуна. Я 139 редстоуна. Я же его немножко тоже покопал. Ладно. Единственное, чтобы мне почему-то что-то подсказывать, что таких штуки нам с вами понадобится две. Я их, поэтому, две и сделаю. Окей. Штуковинка с морковинкой. И диск драйв. Так, единственное, что... А как здесь выглядят для него кассеты-то? Вот, что называется, никогда не играл с Refine Storage. А, вот они, да? Storage Card. На 1К, на 4К, на 16К. Кто-то мне говорил, что здесь у них вроде как нету ограничения по этому самому. По количеству предметов. Ну, как это называется. То есть, один предмет не занимает один байт, как в Applied NG6. Поэтому, может быть, имеет смысл сделать 16. То есть, для того, чтобы здесь хранилось не 64 предмета, а больше, да? Я вот это имею в виду. На это нужно 4К. На 4К нужны 1К. То есть, мне в итоге нужно сделать 9 1К. 9 1К, это, в принципе, было бы неплохо. Но у меня, наверняка, нету сейчас такого количества стекла. Поэтому, что мы будем делать? На 4 есть, ё-моё. Мы идём копать. А-а-а. Там-та-дам-там-там-там. Е-эй, 16К. Я же с тихами заговорил немножко. Так, давайте определимся, куда мы с вами будем ставить этот диск драйв. Я думаю, что куда-нибудь прямо к этой системе, потому что, почему бы нет? Могу ли я это сразу подключить к контроллеру без всяких проводов? Я думаю, что могу. Это было бы логично, да? Ставим сюда нашу ячейку. Видимо, вот сюда. Ой. Как? Вот так? Нет? Погодите, это что, не диск? Это Storage Part. Я чё, не то сделал? А, ну ладно. Здесь один простой крафт. Я, если честно, сейчас немножко испугался. Вот нам с вами что нужно. А что это я вот туда, в таком случае, сверху клал? Вот сюда вот. Зачем это было сделано? Так, у нас с вами 16К ячеек. Приоритет у него 0, то есть стандартный. И, по идее, теперь я сюда могу запихивать стекло. И стекло должно уйти сюда. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Могу я узнать как-нибудь? 128. Хе-хе-хей. Е-ей, ребятки. Я сейчас запихну сюда вообще всё. И ещё кое-что необходимое нам просто на базе. Это второй грит. Второй грит в этой комнате. Я давно хотел это сделать. И вот, наконец-то, у меня дошли руки. Даже если вы точно не дошли руки, а дошли руки до того, чтобы, блин, накопать себе алмазов. Потому что ничего кроме алмазов там не нужно было, да? Я его, собственно, хотел же здесь сделать эту самую барную стойку, да? Вот сделал здесь себе барную стойку. Единственное, что она, конечно, слегка ужасновато выглядит, да? Да, то боюсь, что это максимум, что если могу позволить. Учитывая то, что в текущей версии вот эти вот кабели никоим образом вообще не маскируются. И более того, вот этот вот дурацкий мод на мебель, смотрите, что он делает. Меня, если честно, немножко раздражает, но я боюсь, что я ничего с ним сделать не смогу. Хотя, возможно, потом вот это вот на что-нибудь будет заменено, для того, чтобы это не так раздражало. Потому что, если честно, пока не раздражает, но думаю, что скоро может. И почему я сделал доступ к гриду с той стороны? Да, в принципе, без разницы, потому что открывается он с любой стороны. А так выглядит он весьма даже симпатично. Вот, ну теперь все-таки действительно нужно переложить туда все то, что у меня лежит в этих ящиках. Ну не то, чтобы прямо все, но большинство. Ребятки, я большинство, собственно, как и планировал, перенес в грид. Оставил здесь такие вот предметы, потому что, ну, чтобы не забыть, что они здесь, да? Оставил здесь всякую броню и все прочее, чтобы они просто не занимали место в гриде. Оставил здесь еду, которая никуда не помещается. Здесь даже крыски уже поели, заразили и что-то, да? И, собственно, вот этот вот, ну, типа-то мусор, да? В принципе, учитывая то, что я запихал вообще все, можно сказать, остальное в грид, у меня занято всего-навсего 1,8, ну, 1,8 тысяч, 11 процентов. В общем-то, в этом смысле, да, действительно более удобнее, чем в Applied Energy Stix, но и более читерно, как по мне. Вот, но в любом случае, ребятки, на этом мы с вами серию будем заканчивать. Я думаю, что в следующей серии мы с вами начнем замечательный модик под названием Industrial Forgoing. И начнем мы его с вами не просто так, мы его с вами начнем для одной цели, да? Потому что что-то, собственно, все переводили себе животных этими самыми, ну, поводками, да? Я так подумал, что мой козел еще и в другом измерении. Странно прозвучало. Вот, так что лучше я его запихну вот сюда. Для того, чтобы сделать эту штуку, мне нужна была слеза Гаста. Вот, и в принципе, как бы, я думаю, что мы с вами будем потихоньку поготавливаться к тому, чтобы начать крысок. Что мы с вами будем делать с крысками, это пока загадка даже для меня. Но, в принципе, в первую очередь я хочу с ними играть, потому что это нужно, да? Для прохождения сборки. Так что, если у меня будет немножко развита крыса, это будет уже неплохо. Вот, а сейчас мы с вами будем прощаться. Я говорю большое спасибо всем, кто меня поддерживает финансово. В частности, человеку с ником MS за феноменальную поддержку на максимальный уровень. Кроме того, говорю большое спасибо Литариусу и всем остальным финансовым моим замечательным спонсорам. Кроме того, ребятки, если вы хотите меня поддержать, но у вас нет финансовой возможности, вы можете это сделать просто, посмотрев видео до конца на скорости X1 и не перематывая, поставив лайк, оставив комментарий и рассказав друзьям, что вы здесь сегодня наблюдали. А мы с вами увидимся в следующий раз. С вами был ZixTheHatch. До новых встреч, как обычно, всем счастливо и пока.